Пару дней назад в релиз вышел Resil Rebirth Dungeon Raid. Это открытый тест, так что можно сказать уже релиз. Вышел он правда только на Android, а iOS подключится впоследствии. Вас сейчас не глючит и это не дежавю. Resil действительно выходил уже в Европе, мы в него уже играли и уже на него снимали обзор. Правда было это 4 года назад. 4 года назад изначально игра вышла в Корее и спустя какое-то время дошла до Европы. Но там по какой-то неизвестной причине она продержалась не так уж и долго и была закрыта. Эта игра выходила еще до Diablo Immortal и тогда могла составить им полную конкуренцию, потому что в ней была и сейчас есть довольно приятная мобильная графика. Есть целая куча способов прокачки вашего персонажа за счет бесконечного гринда монстров и локаций с этими монстрами. Да что там, тут даже есть PvP, которого не было изначально в Diablo подобных играх на телефонах. Да еще и сам фарм локаций с монстрами на максимальном уровне напоминает чем-то Path of Exile. Небольшая интеграция и продолжим. Все вы знаете, что донат в России уже давно недоступен, а задонатить на боевой пропуск или другие плюшки иногда хочется. Для доната я использую сайт СЗ Маркет, который успешно работает уже более 6 лет. Все покупки совершаются с личных карт, а в некоторых играх, например Genshin Impact, Tower of Fantasy, Roblox, PUBG, Mabla и даже Nintendo, они могут совершить покупку даже не заходя на аккаунт, доставляя предметы по ID игрового персонажа. Для удобства покупки у ребят есть бот в Telegram и личный сайт, где указаны все расценки и вся полезная информация. Также, если вы не нашли нужную вам игру в списке, то можете запросить ее добавление в сервис через оператора в Telegram. В общем, если вам нужен надежный сервис по донату во все мобильные игры, то вы знаете, кому обратиться. Все ссылки будут в описании. На старте в игре нам доступно 3 класса. Это маг, лучник и варвар. Кажется, что классов мало, но потом в процессе игры мы сможем открыть еще 3 класса. 2 из них можно будет открыть по мере прохождения уровней, а 3 откроется по ивентам или за донат. Пока доната в игре, конечно, немного, потому что это ОБТ и игра еще допиливается. Но уже тут есть и боевой пропуск, и награды за первое пополнение в виде крыльев, гемов и игровой валюты. Что у нас тут по контенту? Прокачка, как я уже сказал, заключается в прохождении сюжетных подземелья, назовем так, или локаций. Как в старой Диабле, у нас весь мир разбит на зоны или на главы. Каждая глава состоит из 5-6-7 уровней, и каждый уровень потом еще будет подразделяться на уровни сложности. Это после того, как вы все пройдете. Сами уровни несложные, по крайней мере, поначалу. Убиваете монстров, убиваете боссов в конце этого уровня и лутаете с него разные шмотки и ценные награды. За прохождение локации вам также начисляется уровень, который позволяет вам открывать новые навыки. Помимо так называемой сюжетной кампании, по мере прокачки с 30, 40 и 50 уровня у вас будут открываться новые активности. Например, Демон Ленд, который откроется на 36 уровне и представляет из себя подобие некой башни, проходя которую уровень за уровнем вы получаете все лучшие награды. Причем у этой башни есть рейтинг, и за нахождение в топе этого рейтинга вы тоже будете получать ценные призы. И именно поэтому люди в этом рейтинге будут соревноваться за скорость прохождения самых высоких уровней. Также уже сейчас мне доступен партийный контент. Это те же самые локации с монстрами и боссами, но только большего размера, и в которой стоят NPC, дающие квесты на эту локацию. Проходить ее можно как соло, так и в пати из нескольких человек. Ну и на максимальных уровнях прокачки у нас откроется PvP-арена 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3. Причем арена довольно интересная, так как в этой игре вы можете играть сразу за несколько классов. Например, сейчас я выбрал магичку и играю за нее. Также у меня потом в процессе игры откроется лучник и варвар, которых я тоже могу прокачивать так же равномерно и точно так же за них бегать, переключаясь между ними одной кнопкой. Затем откроется, по-моему, прист, паладин и еще кто-то. Так вот, на арене 1 на 1 вы сможете драться сразу двумя своими классами, как в каком-нибудь Mortal Kombat. Допустим, один ваш класс убили, и вторым классом вы добиваете противника. Интересная схема. И что самое главное, в этой игре нет автобоя вообще. Есть автобег, который вам позволяет добежать до места входа в сюжетные локации, ну а в самой игре уже нет автобоя, все навыки, все скиллы прожимаются вами вручную. Это очень удобно. Давайте теперь перейдем к развитию персонажа. Вот наш маг, которым я играю. И как видите, с подземелья падает очень много разных шмоток. Различаются они по редкости, их тоже надо как в Diable определять, за специальную валюту и золото, и они дают существенную прибавку к характеристикам. А что самое главное, каждая шмотка меняет внешний вид нашего персонажа. Вот, например, я поменял нагрудник, мне поменялся внешний вид. Берем другой посох, хоба. Но у меня сейчас внешка стоит на посох, поэтому внешка посоха не меняется. Это круто и очень удобно. Давайте вернем этот доспех. То есть вы так или иначе видите прогресс вашего персонажа, он становится круче, посох его начинает светиться, доспехи становятся красивее и так далее. Также тут есть древо талантов, и оно выглядит вот так вот. Огромное древо талантов, как в Pass of Exile, например. По сути, у нас тут есть несколько веток. Это просто тупо атака, элементальная атака, разные защитные заклинания и увеличение хп. Если вы не хотите разбираться во всем этом самостоятельно, то здесь есть возможность прокачивать таланты автоматически. Нажимаем авто, выбор, и выбираем одну из трех веток талантов. Я выбираю пока Frost Maga, нажимаем продолжить использование, и хоба наши таланты распределились автоматически. Замечательно. Думать не надо, идем играть. Здесь еще интересная система с навыками. Во-первых, они прокачиваются по мере повышения уровня и открываются тоже. А во-вторых, у каждого из навыков есть три перка. То есть, по сути, вместо одного заклинания у нас даются сразу четыре заклинания на выбор, между которыми мы можем свободно переключаться. Это очень здорово, и того у нас получается вместо четырех заклинаний 16 заклинаний на выбор. Плюс есть пассивка, которая открывается у каждого класса своя. В лобби, где находятся все NPC, также у нас будет стоять крафтер, который позволяет крафтить снаряжение из доступных ингредиентов. Будет стоять что-то типа гача-колдуна, у которого можно будет за голду крутить шмотки и надеяться, что вам выпадет более крутая шмотка. То есть, это система вывода игрового золота из игры. А также уже стоит NPC, который позволяет вставлять камни в оружие и прокачивать их. И это еще не все улучшения, которые откроются у вас в игре. Еще у нас есть питомцы, которые собираются в коллекции, которые вам дают немножко донатных алмазов. Их можно прокачивать, перерабатывать, кормить. И питомцы выполняют роль просто автолута. То есть, они бегают вокруг вас и собирают золото и другие предметы. Питомцы даются уже на второй голове, так что получите вы их довольно рано. А в общем, игра для любителя жанра дьявлоподобных игр. Не знаю, почему она вдруг неожиданно закрылась несколько лет назад. Игра была годная. Может быть, были бы какие-то проблемы с лицензией. Сейчас она вышла заново, немного под другим названием. Раньше она называлась Разиэль Данжон Хантер. Сейчас же у нас Разиэль Хориберд Данжон Рейд. Но игра годная. Даже сейчас, спустя 4 года, графика в ней довольно приятная. Особенно для телефонов. Телефон не нагружает. Много возможностей билда строения вашего персонажа. Много различных навыков. Есть выбор из 6 классов, что достойны для дьявлоподобных игр. Есть много всевозможного гринда. Есть пвп-режимы. Есть кланы. И клановое пвп. Кстати, да. Про это тоже говорили разработчики. Ну и клановые локации для совместных рейдов тоже тут есть. А в общем, если вы устали от Диабла и Мортала и хотите погриндить монстра в какой-нибудь другой игре, пока не вышла Path of Exile Mobile, например, можете попробовать Разиэль. Русского языка в ней нет. Возможно, добавят в будущем, кто его знает. Релиз пока состоялся только на устройствах Android. А iOS-устройство добавят в ближайшем будущем. Опять же, со слов разработчиков. У меня на этом всё. Пишите своё мнение в комментариях, как вам игра. Знаю, что многие много лет назад в неё играли и получали удовольствие. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok